В систему судов общей юрисдикции входит районный суд. Этот орган судебной власти обладает широкой компетенцией, то есть большая часть всех гражданских, уголовных, административных дел подведомственны именно районному суду. Они не рассматривают лишь те дела, которые в соответствии с законом относятся к ведению мировых судей, верховных судов республик, краевых областных судов, военных и арбитражных судов. Особую нагрузку нанесут районные суды, поскольку мировые суди рассматривают дела средней тяжести, где наказание не превышает 5 лет лишения свободы. Верховные суды рассматривают дела по особо тяжким преступлениям. Особая нагрузка идет все-таки на районные суды. Районный суд – вышестоящая судебная инстанция по отношению к мировым судьям. И в случае несогласия с решением мирового судьи гражданам дано право его обжаловать. Тогда в качестве апелляционной, то есть второй инстанции, рассматривать дело будет районный суд. Наиболее часто в настоящее время встречаются дела особого производства, об установлении фактов, имеющих юридические значения. Это дела, допустим, об установлении факта смерти, об установлении факта рождения или внесении исправлений в записи актов гражданского состояния. Обращаются в районные суды с административными исковыми заявлениями на действия должностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Поступают дела по статье 158, это тайное хищение чужого имущества. Поступают к нам дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничество. Большая часть этих дел составляет мошенничество в сфере получения социальных выплат. Также статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконный оборот наркотических психотропных веществ. Помимо того, что районный суд рассматривает большинство дел в первой инстанции, также решает дела во второй инстанции, у суда есть полномочия проверять законность, обоснованность и справедливость вступивших в силу приговоров и иных судебных решений в случаях выявления новых обстоятельств. Для обращения в районный суд написать заявление гражданину необходимо, приложить необходимые доказательства и подать заявление в суд, допустим, об установлении юрфакта по месту своего жительства. По исковым требованиям, вообще-то, установлена подсудность по месту нахождения ответчика. Есть же требования, допустим, об отобрании ребенка, об определении места жительства этих детей. Тоже требования законодательства о необходимости обращаться в суд по месту нахождения ответчика. Но есть одно «но». В том случае, если при заявителе находится несовершеннолетний ребенок, то он вправе обратиться в суд по месту своего жительства. Правосудие в районном суде осуществляется либо одним судьей в случае рассмотрения обычного дела гражданина или дела об административном правонарушении, либо коллегиальным составом, если слушаются опасные уголовные дела.